Более чем на 1 миллион человек уменьшилось число бедных россиян за первую половину этого года. Об этом сообщила вице-премьер по соцвопросам Татьяна Голикова. По ее словам, Кабинет министров, прогнозируя социально-экономическое развитие страны, исходит от майского указа главы государства, который поставил цель сократить количество бедных вдвое. То есть через 6 лет от нищеты к среднему классу должны шагнуть более 9 миллионов человек. И первые подвижки в этом направлении уже зафиксированы. Прокуратура набережных Челнов уличила 17 главных врачей в сокрытии банковских счетов. Такие данные были получены в результате проверки сведений о доходах и имуществе самих руководителей, а также членов их семей за 2017 год. Были установлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений. Ведомстве подчеркнули, что за данные нарушения руководитель может быть уволен. Почти миллиард рублей долгов по налогам взыскали приставы Татарстана за этот год. Об этом сообщает Пресс-служба Республиканского управления службы судебных приставов. Это на 46 миллионов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за налоговых задолженностей более 2000 жителей Татарстана получили запрет покидать пределы России. В набережных Челнах проведет прием граждан замглавы Следственного комитета Татарстана. Владимир Цоумов встретится с челницами 26 сентября в здании Следственного комитета города. Записаться на прием можно по телефону 470630. Заехать в здание администрации набережных Челнов теперь можно только по новой дороге с проспекта Сюмбике. Для удобства пешеходов на ней обустроен тротуар. Заезд с проспекта Хасана Туфана перекрыт. На участке ведутся строительные работы.